И показывает, снимает этого Ишака и говорит, как при Ленине, говорит, при Дудаеве, там, мы, говорит, ездили вот на этом, показывает этого осла, а сейчас, говорит, мы ездим вот на этом, ну, на Тойоте какой-то, Камри, скорее всего, и едет. И это тот случай, когда чувак говорит правду, только он говорит про себя. Аксель Пилот, мне бы твой оптимизм. Дело в том, что не менее, скорее всего, даже более резонансным случаем был случай с Салманом Типсуркаевым. Где сейчас Салман Типсуркаев? Кто-нибудь знает, где он находится? Жив ли он вообще? Наверное, начнем с самой, на сегодняшний день, важной информации. Это решение ЕСПЧ по поводу высылки беженцев. Это касается не только чеченских беженцев, по сути, это касается любых, но это особенно важно для чеченцев и в целом беженцев из России. Сегодня было принято решение ЕСПЧ о том, что предложения о депортациях осужденных преступников, являющихся беженцами, связаны с нарушением основных прав и свобод. То есть, даже если беженец совершает преступление и его лишают статуса беженца, все равно его возвращать в страну происхождения, где ему могут угрожать пытки, это противоречит, это нарушает основные права человека. В данном решении говорится, что нельзя депортировать человека, если ему угрожает опасность на родине, даже если его лишили статуса беженца из-за тяжкого преступления. ЕСПЧ установил, что при вынесении постановления о депортации чеченца в Россию, а также при рассмотрении его дела судом, французские власти, оценивая риски, с которыми лицо по его утверждению столкнется по возвращению в Россию, специально не учли тот факт. Это очень важный момент, что ЕСПЧ говорит, что французские власти специально это не учили. Не учли тот факт, что лицо может до сих пор квалифицироваться как беженец, несмотря на то, что его статус был аннулирован. Таким образом, Франция нарушила бы статью 3 ЕКПЧ, если бы депортировала лицо в Россию, без того, чтобы предварительно и тщательно оценить риски, с которыми лицо может столкнуться в случае принудительной депортации. Это очень, конечно, ценное для нас решение, но очень жаль в то же время, что оно было вынесено только после того, как французское государство принесло в жертву Магомеда Гадаева. Это решение, конечно, уже никак не повлияет на Магомеда, оно его не спасет, его судьбу погубил французский министр внутренних дел. Очень печально. Да и с другой стороны, мы ведь понимаем, что французский министр депортировал Магомеда Гадаева, несмотря на решение собственного национального суда французского. Он наплевал на собственное государство, на собственный суд и депортировал. То есть у него-то иммунитет от депортации у Магомеда Гадаева был. То есть почему его сегодня должно остановить решение ЕСПЧ, если его не останавливает решение собственного суда своего государства? Это вопрос открытый, поэтому навряд ли от какого-то беспредела нас это решение спасет. Но в то же время это все равно очень важное решение, которое будет помогать нам отстаивать наши права. В то же время у нас Магомед Гадаев, ну последнее видео с Магомедом Гадаевым опубликовали, опубликовал один кадыровский паблик в инстаграме. Вот давайте его посмотрим. Магомед Гадаевым опубликовал один кадыровский паблик в инстаграме. Голосом задает ему вопросы типа «Магомед, неужели это ты? Говорили же, что ты пропал, что тебя убили, что тебя избивали, с тобой все нормально, тебя кто-нибудь бил». И видно, как Гадаев не хочет подыгрывать в этом его снимаемом им кино. И на лице, короче, у человека все написано. Но кадыровцы очень любят вот такие вот постановочные спектакли. И хоть они и знают, что все прекрасно понимают, что происходит, это делается не для того, чтобы обмануть общественность, а просто чтобы поиздеваться над человеком и показать нам, в каком он вот сейчас положении. Вот смотрите, они нам говорят, вы там сидели в Европе, а в конечном итоге вы оказываетесь типа у нас в руках. И вот что с вами бывает. Это такой вот мерзкий посыл от них, к сожалению. Пока никаких новых новостей от Магомеда Гадаева нет, кроме того, что на него возбудили уголовное дело по какой-то статье, что-то хранение там, по-моему, оружия. У него 11 лет человек не был дома, у него вдруг, видите ли, на чердаке, в его доме обнаружили автомат, по-моему, что-то такое. В общем, он сейчас находится в Урусматановском ИВСе. От адвоката он, видите ли, тоже отказался. Нетрудно догадаться, кто сделал так, чтобы он отказался от адвоката, от адвоката, которого ему предоставили правозащитники. В общем, исходя из последнего ролика директора ЧГТРК Грязный, иллюзиониста, я так понимаю, что его, скорее всего, ему предъявят другое обвинение. Обвинение по новой статье Уголовного кодекса России. Призывы к отчуждению территории. Потому что Чингиз Ахмадов в своем видео сказал, что якобы Магомед Гатаев состоял в Европе в организации, которая призывала и призывает к отчуждению части российской территории. Я думаю, что это был такой намек на то, что нам стоит ожидать далее. В общем, будем наблюдать за этой ситуацией. Сейчас крайне важно ни в коем случае не забывать, как только мы свое внимание с Гадаева, в целом общественность, я имею ввиду, снимет правозащитники, журналисты, они сделают с ним все, что захотят. Пока к нему приковано внимание, у них руки связаны. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы держали это под пристальным вниманием, эту ситуацию. Привет, Тумсо! Это Аксель Пилот пишет. Да он у тебя не донатил. Как думаешь, что будет дальше с Магомедом Гадаевым? Не будут же его прямо гноить, а? Ведь резонансный же человек или недостаточно резонансный? Аксель Пилот, мне бы твой оптимизм. Дело в том, что не менее, скорее всего, даже более резонансным случаем был случай с Салманом Типсуркаевым. Где сейчас Салман Типсуркаев? Кто-нибудь знает, где он находится? Жив ли он вообще? Так что у меня нет, к сожалению, какого-то оптимистического прогноза. Оптимистичного прогноза. Я надеюсь, что с ним все обойдется, но он находится в очень опасной ситуации. Это правда, что Гадаев был жестко замешан в криминале во Франции. Конечно, отдавать в любом случае нельзя было, но если это правда, то тюрьму он заслужил. Но если он замешан был в жестком криминале, то, наверное, он сидел бы в тюрьме. Его должны были, наверное, судить за это. А раз никакого суда по этой теме не было, значит человек чист. Ни в чем не замешан? Япон. Не показать одно видео, которое мне прислали буквально сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Он сначала на арабском приводит аят, по-моему, из Корана. Он говорит, что Аллах говорит нам ценить то, что мы имеем. И показывает, снимает этого Ишака и говорит, как при Ленине, говорит, при Ишкерии, при Дудаеве, Масхаде, мы, говорит, ездили вот на этом. Показывает этого осла. А сейчас, говорит, мы ездим вот на этом. И показывает, значит, внутри свой автомобиль, он на Тойоте какой-то, Камри, скорее всего, и едет. Это тот случай, когда чувак говорит правду, только он говорит про себя. Действительно, они ездили тогда на этих Ишаках. Реально, это был их транспорт. Это было их транспортное средство. Они ездили на Ишаках. Сегодня пришел Кадыров к власти, один из них, который тоже так же ездил на Ишаках. И ездил бы и сегодня тоже на Ишаке. У него просто нет шансов, не было бы шансов в нормальной ситуации без Путина как-то слезть с этого Ишака. У него просто не было бы шансов. Пришел он к власти, и они реально пересели на машины, на Тойоты. Как-то в город у них появилась возможность ездить. Грозные увидели, понимаете. Некоторые из них там даже Арабские Эмираты увидели. Настолько люди удивлены. И он, этот чувак, действительно говорит правду. Только она касается не всех людей, потому что мы, нет, мы не ездили на Ишака, при Тудаеве. Даже при Ленине не ездили. А вот эти товарищи действительно ездили. И это тот случай, когда эта правда прорывается, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, да, гласит поговорка, вот. То, что у чувака недалекого умом у него, вот, все у него на уме, то у него и на языке. И он взял это все, выдал как есть. Да, действительно, вы ездили на Ишаках и продолжали бы ездить на этих Ишаках. И ваше счастье, что один из вас пришел к власти, пересадил вас этих Ишаков. Но как только он уйдет от власти, как только он потерпит свой крах, вы обратно пересядете на своих же Ишаков. Потому что у вас нет шансов, вы не умеете иначе. И вам нужна бандитская среда, чтобы как-то выживать, зарабатывать. А если ее не будет, своим умом, своими талантами вы как-то работать, зарабатывать не сможете. Поэтому вам придется пасти коров, овец и передвигаться на Ишаках. Другого варианта нет. Томсо, ты в курсе, что Камри это машина обычного европейского или американского бухгалтера, учителя или медсестры? Нет, это неправда. Здесь Камри вообще, ты ее увидишь как мамонта, наверное, где-нибудь в музее. Очень редкая машина здесь на них не ездит. Так что точно не европейского. Насчет Америки не знаю, но тоже сомневаюсь, что в Америке люди ездят на Камри. А вот в странах Ближнего Востока, допустим, Персидского залива, Эмираты, наверное, Кувейт, Каткатар, там, наверное, они популярны. И, разумеется, страны СНГ. И, разумеется, страны СНГ. СНГ. Продолжение следует...